Дед Мороз просил передать, что до нового 24 года осталось всего ничего, а значит заканчивается и новогодняя скидка 24%, которая действует на наши плакаты, электронные книги, и полки, и лекции, и подградительные курсы в школах дизайнеров, редакторов, и руководителей, и даже на первую ступень стернаховших школ до конца 31 декабря по Москве. Дарите, пожалуйста, все это друзьям, родным, любимым, суженным, ряженным, коллегам, начальникам, подчиненным, товарищам, единомышленникам, конечно, не забудьте про себя. Теперь по порядку. Плакаты. Мы собрали вместе замечательные дизайнерские плакаты наших авторов. Во-первых, это иконочный календарь на 24-й год Сергея Чикина. Он выпускается в двух вариантах. Это информативная версия, где всякие праздники и памятные даты изображены в виде иконок. И планировочная, бледненькая версия, где можно прямо поверх планировать всякие дела, рисовать свои картиночки и подписи, маркер или ручкой. Во-вторых, это плакат о синтаксе элементов интерфейса авторства меня и Ильи Бирмана. Там элементы собраны в таблицу Менделеева, с помощью которой можно разобраться и в предназначении элементов, и в том, как формулировать на них надписи. Далее, плакат Таверовского с проектом «Гусеницы», где рассказывается, как запланировать и сделать проект. И, наконец, самый зимний плакат – наша инфографика об экспедициях Скотта и Амундсона. У этого плаката две целевые аудитории. Это любители путешествий и менеджеры по проектам. Книги. Те, кто читал наши электронные книги, уже, конечно, не могут смотреть на епубы и прочие ебуки. У нас красота, интерактивность, внимание к типографике и вообще любовь к книге. Наши книги уникальны не только по форме, но и по содержанию. Вы не найдете других книг, где бы так просто рассказывалось о сложных вещах. У нас есть прекрасные книги о типографике, об интерфейсе, об управлении проектами, о редактуре. Это наши бестселлеры. Есть прекрасные книги для развития дизайнера, дизайна транспортных схем и фотосъемка автомобилей. В процессе выхода мощнейшее интерактивное руководство HTML для дизайнеров, редакторов и руководителей. И тренажер-переговорка. Обязательно обратите внимание на редкие книги для вдохновения. Это «Культовый самучитель шахмат. Путешествие в шахматное королевство». Учебники японского языка, серия «Быстрый старт в искусстве», детская книжка «Дю-Дю-Веда, дю-Дю-Уи» и новый разговорник английского сленга «Вот». И, конечно, наша последняя суберновинка доступна для предзаказа. Интерактивное издание «Пиши, сокращай, 20-25». Все новые книги в предзаказе начали выходить, и их уже можно читать. Подписка на них пока не тикает. Наши книги доступны по-подписке как по отдельности, так и в составе электронных полок. Учебники-бюро, «Быстрый старт в искусстве», настольные книги редактора и максимальная полка «Все книги-бюро». А еще наши книги можно подарить сразу всем своим коллегам в виде подписки для компании. Кстати, если собираетесь в гости, загружите физические подарочные сертификаты на наши книжки. Именно на них скидки нет, но они от этого не становятся хуже. Вернемся дальше к подаркам, которые участвуют в акции. Лекции. Если вы или ваши знакомые предпочитают не читать, а смотреть, то для вас есть лекции-бюро. Есть и на те же темы типографика, интерфейс, редактура, управление, переговоры. А есть и эксклюзивчик. Например, пиктограммы системы знаков с Сергеем Чикиным. Аналитика и маркетинг с Алексеем Куличевским. Навигация в общественных местах с Оливей Бирманом. И, конечно же, разрешение конфликтов в дизайне с Артемом Горубновым. То есть, со мной. А в этом году вышли новые лекции. Максим Ильяхова. Работа редактора с клиентом. На лекции можно подписываться как по отдельности. Минимум на год. Так и сразу на все. Минимум на три месяца. Конечно, есть подписка на все лекции для компаний. Дальше мы переходим к более серьезным подаркам. Школам дизайнеров, редакторов и руководителей. Во-первых, если вы знаете кого-то, кто мечтает подступить в нашу школу, подарите ему подготовительные курсы. А это вам может человеку наконец решиться. Потому что подготовительные курсы дают возможность попробовать школу в лайтовом режиме. и заодно повышать шанс на бесплатное место в школе. Удобно, что подарок можно вручить на Новый год, а начать занятие в течение шести месяцев. Во-вторых, самый дорогой подарок – это обучение на первой ступени. На него тоже действует скидка 24%. Но очевидно, что такой подарок имеет смысл делать только очень важным человеком, которого вы хорошо знаете, для которого он, возможно, станет билетом в профессию и изменит жизнь. Возможно, такой подарок стоит сделать самому себе. Начать учебу в школе можно в любой удобный день в течение 12 месяцев после покупки. Имеет смысл поторопиться, потому что в конце января наступит точка невозврата 19-го потока. А теперь перейдем к зимним забавам. Как вы знаете, у нас каждый Новый год – год оленя. На сайте бюро открыт традиционный новогодний чемпионат оленеводов. Оленеводы играют против друг друга или NPC компьютерных соперников. Побеждает олень, который первым доберется до дома. Призы. За третье место – интерактивная книга «Пиши, сокращай, 20-25». За второе место – приглашение в подкаст дизайнеров бюро с меньшей нозиками и остальными нашими дизайнерами. И за первое место – экскурсия по строящемуся шато-бюро, которую персонально для вас проведет ваш покорный слуга, если вы приедете. Напоминаю, новогодняя скидка 24% действует только до полуночи, в воскресенье 31 декабря по Москве, то есть до наступления 2024 года. С наступающим! Владимир Прядьев. Где и кому можно предложить рисунки дизайна автомобиля, если у меня их несколько тысяч? Владимир боюсь, что ответ универсальный. Никому они нафиг не нужны, чтобы их просто предлагать кому-то. Скорее всего. Этого просто очень маловероятно. И людей, у которых есть какое-то хобби, их там миллион. Может быть, вам, конечно, удастся найти какого-нибудь человека, который почему-то захочет заплатить 5 рублей за эти несколько тысяч рисунков. Но это маловероятно. Означает ли это, что этим вашим ресурсом из этих тысяч рисунков нельзя воспользоваться? Конечно же, нет. В зависимости от того, собственно, чего вы хотите в жизни делать, с этим можно как-то распорядиться в своих интересах. Ну, к примеру, я не знаю, если вы хотите условно открыть какую-нибудь школу рисунка автомобилей, или для комиксов, или для игр, или еще чего-то там. Не знаю, предположим, в стиле постапокалипсиса с Мэд Максом, или чего-нибудь такого. Вы можете использовать эту коллекцию своих рисунков в качестве референсов, в качестве упражнений, в качестве рекламы, и в качестве заданий на своих курсах. То есть, бесконечного источника всего этого дела. Вам, возможно, на это хватит, на всю эту профессиональную деятельность, предположим. Или вы, к примеру, может быть, ваша мечта, собственно, как раз тюнинговать автомобили для Мэд Макса, и вы можете пойти с этой тысячей рисунков в какое-нибудь тюнинговое ателье, показать свои дикие идеи, свои рисунки, и сказать, что вы всю жизнь этим занимались, вот ваш опыт. Вот, типа, научите меня, буду работать день и ночь, и вот таким образом вы, может быть, получите работу своей мечты. А, может быть, вы мечтаете стать промышленным дизайнером и рисовать автомобили уже не просто в стол, а по-настоящему, чтобы их делать. И тогда, вот, может быть, вы можете взять эту тысячу рисунков. Советую, конечно, отобрать из них самый лучший и пойти с ними в качестве портфолио в какой-нибудь институт дизайна для того, чтобы поступить и стать промышленным дизайнером. Так что, я думаю, в таком ключе, конечно же, любой ваш багаж и ваша работа в этом смысле может быть востребована, в первую очередь, вами самим. Андрей. Когда нужно шарпить фотографии людей и как это делать грамотно? Андрей, ну, шарпить фотографии нужно тогда, когда вы хотите, чтобы они выглядели чуть более четко. Иногда бывает, что фотография смазалась из-за какого-то движения, иногда бывает, что она чуть не в фокусе, иногда бывает, что не хватило разрешения картинки, ну, и просто для какой-то повышения какой-нибудь, чтобы вот, хочется, чтобы фотка заискрила на экране или на плакате или где-то еще. То есть, это, в принципе, стандартная операция в обработке, в ретуши и так далее. Дальше, то есть, я считаю, что это как бы важная вещь, и, в частности, мы даже использовали ее даже в видео. Во-первых, когда у нас была хуже камера, мы ее использовали при съемке вот этих вот роликов. Вот, и это действительно работало, они становились еще лучше. Плюс даже мы использовали шарп при монтаже нашего, собственно, клипа «Пандемия». И это тоже было очень прикольно, потому что я, собственно, у нас был там оператор и так далее, и так далее. Но в некотором материале, да, там были какие-то огрехи, и плюс нам хотелось, чтобы там, с ней снятые в разных ракурсах сцены, да, чтобы они выглядели примерно одинаково. Вот, и, соответственно, мы тоже использовали шарп, и как раз в самом конце я еще пригласил очень хорошего цветокорректора-колориста, до которого задача была все это дело заколор-кредить так, чтобы разные планы выглядели одинаково. И он тоже, что удивительно, удивился нашему использованию шарпа и сказал, что даже, да, пересмотрел свое отношение к этой истории. Но, тем не менее, если мы говорим о фотках, к сожалению, шарпить, да, мало кто умеет. Я всегда рекомендую, у нас еще в нашем старом проекте, в дизайнерском блоге «Дизайн собака» была моя заметка, в которой я оставил две, по-моему, ссылки на самые важные туториалы по шарпу. И один из них был очень важен и точно полезен, который я до сих пор выучил, вот этот алгоритм и всегда им пользуюсь. И, собственно, правильный, на мой взгляд, способ использования аншарпа маска, он, если вкратце, звучит так. Сначала мы берем, делаем все, что с фоткой, все, что надо. То есть, шарп, это всегда должно быть последней операцией. То есть, если вы, к примеру, масштабируете фото, кропите, что угодно, там, левелсы, цветокоррекция, все, что вы делаете, должно быть до шарпина, потому что даже никакого масштабирования не может быть, потому что шарпин всегда делается под то разрешение, в котором эта картинка будет отображаться. Это очень важно, это нужно понимать. Соответственно, шарпин делается в конце, это правило номер один. Правило номер два, что вы как дальше, собственно, действовать. Вот вы открыли аншарп маск, и что дальше? Дальше вы, собственно, смотрите на лицо, которое вы шарпите. И первое, что вы делаете, это первый ползунок с иммаунтом, то есть, с силой эффекта, ставите в максимум для начала. Это будет ваш старт. А трешхолд, порог действия, это нижний ползунок, вы его ставите в ноль. Это как бы тоже исходная позиция. Дальше у вас остается средний ползунок, который отвечает за зерно шарпа. То есть, грубо говоря, это некий радиус зерна, вокруг которого, собственно, этот шарп работает. То, что он пытается выделить. И это очень важная операция, потому что здесь вы должны определить, какой, собственно, уровень зерна, какой уровень объектов вы хотите сделать четче. То есть, то ли это, условно говоря, какие-то там волосики на бороде, или же это уже что-то более крупное, там, не знаю, линия глаз в целом, а может быть, это уже там совсем фотка будет выглядеть издалека, и это уже какие-то общие контуры вам нужно выделить. И это вот вам нужно подобрать, этот радиус для того, чтобы шарпилась именно та деталь, тот контур такой толщины, который вам нужен. Соответственно, вы идете сверху вниз этим радиусом, и в виде вот этих вот все изменения подбираете минимальный радиус с точностью до десятой пикселя, при котором, собственно, изменения вот эти вот, которые сделаны, происходит, и шарпится ровно то, что вам надо на максимуме. Это шаг номер один. Определить зерно. Иногда после всех этих пертурбаций придется вернуться и его опять чуть-чуть подкорректировать, но это бывает редко, потому что сейчас вы как бы все видите, у вас ничего не мешает, вы шарпите то, что надо. Дальше, собственно, вы возвращаетесь к команду и начинаете его уменьшать, для того, чтобы не было, собственно, перешарпа, для того, чтобы вы пытаетесь добиться эффекта, чтобы то, что вам надо шарпить, все еще шарпилось, но чтобы этого в целом эффекта было как можно больше. Почему это важно уменьшать, и чего надо избежать, потому что часто, собственно, ну, смысл шарпа в том, что он рисует контуры светлые и темные вокруг границ объектов, и эти контуры, к сожалению, становятся слишком видными перешарпой. То есть, это какие-то белые контуры на очках, темный контур щетины на бороде или на голове, который превращается в черную линию бесячую, то есть, этого эффекта перешарпа нужно избегать. То есть, вы стараетесь найти вот этот минимальный баланс, когда все становится четче, но не бесит и без артефактов лишних. И последний шаг – это порог. Не всегда это нужно, конечно же, но бывает, например, что, предположим, вы шарпите фотографию какой-нибудь девушки, портрет, и, соответственно, если вы делаете шарп, и там прекрасно, не знаю, подчеркиваются ресницы, там брови и так далее, или там какая-то, не знаю, линия губ там и так далее, какие-то детали. И тут вместе со всей этой красотой еще и вылезает то, что поры на коже становятся более четкими и бесящими. Естественно, никакая девушка этого не простит. Ну и главное, что если вы делаете какую-то рекламу, это тоже не в ваших интересах. Соответственно, с помощью трэш-холда вы как бы отсекаете те незначительные изменения, которые, собственно, шарфить не надо. То есть, соответственно, вот эти вот поры условные, они тут же этим трэш-холдом прибираются. Собственно, вот эти все шаги, и все очень просто, но дальше результат просто зависит от того, насколько вы внимательны и чувствуете вот эту вот границу, когда получается полное говно. Роман Соколов. Привет, Артем. Привет, Роман. Интересно, что думаешь о кастомных курсорах на сайтах. Когда я натыкаюсь на такие сайты, где курсор, например, в виде точки, то довольно быстро прихожу в бешенство. Роман, действительно, эксперименты с курсором, это, как правило, к сожалению, фигня, потому что на сайте дизайнер думает, что вот я работаю уже два месяца или три месяца над этим сайтом, это мой лучший дизайн. Я сейчас здесь воткну все фишечки и так далее, а человек, которому что-то просто надо, не знаю, найти какое-то меню ресторана или просто какой-то телефон скопировать, ему этот сайт нужен на 10 секунд в жизни, и все, и больше никогда он его не увидит. И он вынужден продираться через какие-то штуки, которые влезают вообще в системные сценарии его работы. Не знаю, прокрутка кверх ногами, курсор другой формы и размеры нестандартные, и прочие приколы и извращения. Наверное, можно придумать случай, когда это оправдано. Я вот могу вспомнить, сегодня как раз вспоминал, сайт студия Джопа, это какая-то мега сумасшедшая студия, которая занимается какими-то арт-объектами кичевыми и сумасшедшими, и сайт у них такой же сумасшедший, и, конечно же, одна из фишек этого сайта, помимо общей дичи и картинок и всего прочего, у них еще вот эти смешные очень курсоры, где там, типа, такая мультяшная комиксная рука, которая при ховере превращается в фак, и там дальше какие-то есть еще какие-то пули, какая-то летит там, на которую ты, когда навоишь, проявляется прицел, и ты его можешь выстрелить в нее, и там будет звук выстрела. Куда-то ты заходишь, там вместо курсора глаз появляется. Ну, это, соответственно, естественно, это очень круто, это очень прикольно, это про какой-то экспириенс, и ты специально приходишь на этот сайт только ради этого. И, в принципе, вот в таких вот редких случаях, когда человек приходит ради какой-то игры, и вы это понимаете, то есть это, наверное, оправданно. Если это вот, как действительно, мне надо выбрать из пяти ресторанов, и меня заставляет продираться через меню, а там меню начинает само себя, там себя прокручивать, да, там, я там, представьте себе, там, первая страничка с меню, ты ее читаешь, там, десять блюд, а она проскроливается через десять секунд на следующую страницу меню. То есть это вот примерно то же, что и смена курсора, потому что, конечно же, для нормального человека курсор – это индикатор того, что он сейчас делает, и, естественно, вмешиваться в такие системные базовые жесты без очень серьезной причины нельзя. Скорее, просто примите это за тупое правило. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Роману Соколову и в качестве приза предложить сорок процентов персональной скидки на лекции Ильи Бирмана пользовательский интерфейс и представление информации. Роман, если вы хотите воспользоваться своим призом, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику, а все остальные, естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и обязательно задавайте вопросы, потому что скоро надо будет снимать следующие ответы. Задать вопрос можно по ссылке на экране или просто здесь в комментариях. До следующего раза. Ваша схема, к сожалению, это просто, ну, я бы сказал, некий набор штампов и мозговой пук, щупальца вырастают из головы, как будто я и есть осьминог. Ну, тафти может быть слишком сложным, нужно несколько месяцев потратить, чтобы его прочитать, типа, сначала побрейся, потом в могилу или сначала в могилу, потом побрейся, что-то в этом духе.